27 сентября вся страна отмечает День работников дошкольного образования. Наша съемочная группа отправилась в гости к самым опытным сотрудникам столь важной профессии, которые отдали педагогике более 20 лет жизни. Людмила Назаренко, музыкальный руководитель детского сада номер 11 города Касписка, посвятила любимой деятельности больше 50 лет. И оставлять профессию в ближайшее время не планируют. Я пришла в детский сад на минутку. Не было здесь музыкальных руководителей. Заведующая пришла к нам домой, поговорила со мной. Я только закончила институт. Говорит, помоги нам, пожалуйста. Ну, как получится, пойдем. Пригласила, я пришла. Стала работать с детьми, и мне очень понравилось. Я сама от себя не ожидала и даже не думала. По словам Людмилы Назаренко, она никогда не думала, что посвятить жизнь работе с детьми, но, проведя с ними один урок, не смогла более представить себя в чем-то ином. Профессия дарит педагогу зарять сил и энергии, а особенно радует, когда дети заинтересованы в том, чтобы понять своего педагога. Они здесь и песенки поют, и музыку слушают, и в игры играют, и в танцы танцуем мы. И что еще? Кукольные театры дети сами могут поставить, одевают на руку куклы и разговаривают между собой голосом героев. В этом же дошкольном образовательном учреждении работает и Светлана Миримова, опытный педагог, воспитатель со стажем 42 года. Сейчас она занимается с воспитанниками в логопедической группе, где малышам нужен тщательный уход. Работа с детьми, хоть и сложная порой, но я даже не задумывалась над тем, чтобы бросать ее, делится Светлана Миримова. Ведь роль воспитателя высока, и если ты взял на себя эту ответственность, то стоит нести ее с достоинством. Родители, каждый родитель хочет, чтобы ее ребенок был воспитанный, образованный. Вот как не зря говорится, какой фундамент, такой дом будет стоять правильно. Мы, получается, закладываем фундамент в детском саду. Этот фундамент должен быть очень крепким, правильно же. И вот знаете, как приятно, когда я четвертый год работаю в этой группе логопедической, получаем положительные отзывы со школ, куда ходят наши дети. Для воспитателя самым приятным является результат своего ученика, который он показывает. Воспитанники детского сада ежегодно участвуют в различных конкурсах, мероприятиях и концертах, тем самым демонстрируя свои таланты. Каждый год, где-то в апреле месяце, бывает фестиваль всех детских садов. То есть мы выбираем наших талантливых ребят, либо это в танце, либо это в песне, либо это чтение стихотворения. А может быть и три номинации на детский сад идет. Но идти дальше и покорять новые высоты мотивируют педагогов не только результаты детей, но и собственные мечты. Светлана делится. С самого детства она следила за мамой, бабушкой и своими педагогами. Испытывала большое желание быть похожей на них, дабы оставить такой же чистость лет воспитания в детях, какой когда-то оставили ей. Всегда помнишь своих учителей, которые тебе закладывали. Я помню, учитель у меня был в школе, который преподавал немецкий язык. До сих пор, вы не поверите, даже помню, на немецком языке стихи на язык, которые учили в школе. А потом закончила педагогическое училище Дербента. Преподавателей прекрасно помню. Это было 35-40 лет почти назад. Помню всех, потому что они были у нас педагогами, что надо. Работа с детьми всегда трудная, и этой деятельности нужно посвятить свое сердце и душу. Возбитатели детского сада номер 11 решили поздравить всех своих коллег с наступающим профессиональным праздником. Завтра праздник. Мне хочется пожелать своим коллегам не оставлять вот эту любовь к детям. Здоровья, творческих успехов. Чтобы не жить на одном уровне, чтобы все время расти, творить, созидать. Творческих успехов всем. Кто работает с детьми в наше время, заслуживает всех наград. Это очень трудная работа. Но мы стараемся, чтобы наша работа просто так на смарку не пошла, чтобы результат мы видели. Всем здоровье самое главное.